Добрый вечер, начинаем пресс-конференцию главного тренера профессионального футбольного клуба ЦСКА Виктора Гончаренко. Виктор Михайлович, ну попросим по традиции комментарий по игре делать. Думаю, такие игры очень нравятся болельщикам, держали в напряжении, достаточно интенсивно проходил матч. Если в первом тайме у нас было достаточно моментов, где мы могли бы склонить чашу и все в свою сторону, мы не реализовали те моменты, хотя достаточно хорошие были. Во втором тайме, вот уже путем того, что, наверное, болельщики помогли, Краснодар смог заработать пенальти и его реализовать. Хотя, к сожалению, так как мы пропустили его, вызывает немножко у меня такое, знаете, чувство обманутости. Мы говорили о том, каким образом, да, атакуют Краснодар, мы с этого момента пропустили. Но, тем не менее, то, что команда опытная, с характером, то есть, уносли возможность переломить и сравнять счет. Пожалуйста, вопросы задаем, представляем себя предварительно. Антон Тихин, известная спортивная газета. Виктор Михайлович, относительно последних 10 минут уже при счете 1-1, которые, наверное, для ЦСКА оказались где-то наиболее неудачными. То есть, Краснодар придавил, имел какие-то моменты. Как вы считаете, ну, согласны ли, во-первых, с этим? И если да, то что это, немножко подустали или психологию уже хотели удержать? Ничего. Нет, ну, когда уже игра раскрывается, 1-1 счет, стало понятно, что и нам хотелось бы 3 очка взойти к Краснодару. Поэтому игра пошла на встречных курсах. Она, наверное, смотрелась очень хорошо. Я не могу сказать, что мы где-то действовали здесь неплохо. То есть, ну, считай, две команды на встречных курсах действовали. И, ну, это то, что нравится болельщикам. Олег Голоком, я считаю, Виктор Михайлович, Дмитрий Гамбаров буквально неделю назад говорил, что в «Спартаку» тяжелее выходить на матч, узная результаты конкурентов. Давил ли психологически на вас, как вам показалось, на вашу команду тот факт, что вы уже знали, как сказал, и «Зенит», и «Спартака»? Я, знаете, вообще слабо себя представляю, каким образом вообще что-то на эту команду может давить. То есть, и не турнирная таблица, не то, как играют соперники. То есть, они ровным счетом готовятся к каждой игре и знают, что надо играть на победу. Сергей Уколов, агентство «ТАСС». Можете сказать, когда Загоев вернется в общую группу и сможет сыграть с Ростовом? Ну, думаю, к следующей игре он будет готов. А Алексей Березуцкий? Вполне возможно, что тоже. К следующей игре, да? Да. Спасибо. Виктор Михайлович, Александр Ильичев, российская газета. Появление на Бабкина, это связано с тем, что Красная более атакующая команда, чем больше на фото других? Я бы с удовольствием поставил бы в эту позицию более атакующие игрока. Но, к сожалению, Тошкин приболел, не мог играть все 90 минут. И то же самое, есть небольшая проблема у Щенника. Поэтому исходили от того, что надо было кого-то ставить в состав. На Бабкина достаточно хорошо тренируется, достаточно хорошо готов физически. Поэтому здесь сомнений никаких не было. Щекудин Валислав, Росфутболинфо. Виктор Михайлович, скажите, ну, после этой ничьи, победы «Спартака», соответственно, соотношение очков. 51 у «Спартака», 43 у «ЦСКА» и впереди у нас сколько? 8 туров. Как вы считаете, вы еще в состоянии побороться реально за чемпионство достать? Или «Спартак» уже почти недостижим после сегодняшнего? Ну, думаю, следующий тур достаточно будет определяющий. И вторым моментом это будет наша встреча со «Спартаком». Еще будут вопросы? Пожалуйста. Виктор Михайлович, показалось, что «Аланаре» до сих пор не дошел до своей оптимальной формы, выходит на замену. Вот как вы считаете, когда он его достигнет? Спасибо. Надо понимать, что на самом деле пока не может вопасть в нужный ритм, но пропустить 8 месяцев, после этого форма начинает, она такая рваная набираться. То есть поначалу ты можешь играть на кураже, а уже на протяжении тренировок одного месяца или больше ты начинаешь терять эту форму. Сейчас происходит то же самое с «Аланарой». Надеемся, что как можно быстрее он вылезет из этого состояния, потому что ее помощь нам сейчас нужна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.